Привет! С вами Девчачьи Новости! Мы начнем с самой приятной новости для нас! Видео Русского культурно-образовательного центра вошло в ТОП-5 самых просматриваемых работ студенческих СМИ по России. Ура! Само видео вы можете найти на нашей страничке ВКонтакте. А теперь переходим к новостям. Поехали! На этой неделе отмечался День работника образования, и к этому событию было посвящено много мероприятий в нашем университете. Одним из них стал традиционный педагогический огонек. Что такое педагогический огонек? Это общение с преподавателями и учеными университета. Студенты подготовили вопросы, которые их интересуют, а преподаватели должны были на них отвечать. Одной из участниц педагогического огонека стала заведующая кафедры государственного управления Макарова Елена Ивановна. Коллеги рассказали о своих студенческих годах, о том, как они попали в эту профессию, о курьезах, какие встречаются. И мы с удовольствием ответили на вопросы студентов, которые были подготовлены студентами заранее. Вопросы интересные, необычные. Всегда приятно работать с коллегами и со студентами. Организатором такого интересного мероприятия стал Департамент социально-гуманитарной воспитательной работы. Студенты остались очень довольны после завершения этого мероприятия. Какой же день работника образования без награждений и поздравлений? На следующий день в актовом зале Далевского университета прошло торжественное награждение профессорско-преподавательского состава университета. С днем работника образования и присутствующих поздравили почетные гости. Первый заместитель министра образования и науки Луганской Народной Республики Ишков Петр Александрович и председатель Народного Совета Республики Коваль Олег Валерьевич. Сегодня университет, конечно, с надеждой смотрит в будущее, с планами, с большими, скажем так, задачами, целями. Мы вливаемся сегодня в большую российскую научную семью. И нет всякого сомнения в том, что университет займет самое достойное место. Конечно же, весь профессорско-преподавательский состав университета поздравил также и ректор Дарьевского университета Рябич Виктор Дронович. У нас работают прекрасные люди, достойные люди. Те, когда в трудные минуты просто становятся рядом, плечом к плечу, и выполняют работу. Друзья, еще раз всех вас с праздником! Здоровья, благополучия, всего самого хорошего! За добросовестный труд и плодотворную работу сотрудники университета были награждены благодарностями и грамотами от Министерства образования и науки, Федерации профсоюзов и университета. Празднование дня работника образования проходило два дня, поэтому многие сотрудники Дарьевского университета были награждены 5 октября в Луганском дворце культуры имени Ленина. Луганский государственный университет гордо носит имя великого земляка Владимира Даля. 4 октября отмечается День памяти казака Луганского, и преподаватели руководства вуза почтили в этот день память Владимира Даля. Ректор Луганского государственного университета имени Владимира Даля Рябич Виктор Дронович рассказал о том, каким великим человеком был Владимир Иванович Даль. Действительно, недаром наш вуз называется именем Владимира Ивановича Даля, казака Луганского. И вот где бы ни встречались, какие бы вузы ни назывались, но имя Даля стоит превыше всех. И поэтому мы сегодня собрались, чтобы почтить память этого прекраснейшего ученого, человека. Просто преклонить головы и сказать ему огромное спасибо то, что он творил и делал. Также перед присутствующими выступил Фисенко Юрий Павлович, профессор Далевского университета. А после сотрудники университета возложили цветы к памятнику Владимира Даля возле первого корпуса. На этой неделе мы хотели поздравить наших преподавателей на семинарах и лекциях. Но получилось так, что мы и некоторые студенты Далейского университета приняли участие в молодежном форуме «Молодая гвардия», посвященном годовщине образования антифашистской подпольной организации «Молодая гвардия». С 3 по 7 октября международный форум проходил в городе Роменьки, и он был настолько интересным и ярким, что мы решили сделать отдельный выпуск. А теперь коротко о том, что там происходило. В форуме принимали участие активные молодые ребята с разных регионов России, а также Луганской, Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Центральной темой образовательной программы стало сохранение культурного и исторического наследия. Помимо семинаров и живого общения с экспертами, у участников появилась возможность представить свою работу на грантовом конкурсе. А победители в итоге получили денежные призы на развитие своих проектов. Событий было очень много. Семинары и тренинги, дискотеки и квартирники. Студенты Далейского университета вернулись в форума с кучей впечатлений и эмоций. Обо всем этом в нашем отдельном спецвыпуске. 7 октября свой день рождения празднует президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Луганчане его решили поздравить необычным способом, вывесив плакат на общежитии Далейского университета «С днём рождения, освободитель!». Мы также поздравляем нашего президента с днём рождения! Вот такие события проходили в нашем университете на этой неделе. Не забывайте учиться, тепло одеваться и ждите нас в следующих выпусках! А, точно! Ура! А, мы должны были ура сказать, да? Я думала, мы ура будем говорить после. Давайте скажем же, а теперь к новостям и поехали! Хорошо! А теперь переходим к новостям! Поехали! Только в другой сторону! Понятно! Это гениально! Мы вообще сегодня соберёмся! А теперь переходим к самим новостям! Поехали! И что-то как-то звучит... К этому событию в университете проходило много мероприятий. Один из них стал традиционный, традиционный? Да! Ещё раз, я забываю про студентов, да фиг! Я и горизонт. Я думаю, об учебе, а не дискотеках. Нет. Надо красиво так рассказать. Ух! Так куда ж ты ушла мне из центра? Всё! Вот такие события проходили в нашем университете на этой неделе. Не забывайте учиться, тепло одеваться и ждите нас в следующих выпусках!